Российские автопроизводители в Германии не слишком известны. Если кому и приходилось ездить на русской машине, то это, скорее всего, был внедорожник Нива. Но в России могут делать и другие машины. Наглядный пример тому – Лада Гранта. Лада – это марка АвтоВАЗа – самого крупного автопроизводителя в России и Восточной Европе. Ну что ж, давайте прокатимся. Пока Гранта оснащается лишь одним вариантом двигателя мощностью 87 лошадиных сил. На первый взгляд это немного, но автомобиль довольно приемистый и маневренный. Этому есть две причины. Во-первых, то, что Лада Гранта вместе с 80-килограммовым водителем весит 1080 килограмм, что совсем немного. Во-вторых, объем у двигателя более полутора литров, что вполне прилично для машины такого размера. Автомобиль разгоняется до сотни менее чем за 12 секунд. Но главный аргумент в пользу Гранты в Германии – ее цена. Всего около 7 тысяч евро. Эта машина может ездить на газе, поэтому стоит она 9600 евро. Салон внутри не слишком привлекателен. Очень много твердого пластика, но это и понятно – в этой ценовой категории нужно на чем-то экономить. В любом случае все сделано достаточно аккуратно. Тут совершенно обыкновенное радио. Включаешь его, ловишь нужную частоту и слушаешь. Прекрасно. Не нужно продираться через тысячу электронных меню. Это очень удобно. Аудиосистема, однако, не входит в базовую комплектацию и стоит дополнительно 200 евро. Ходовая часть Лады Гранты, скажем так, средненькая. Плавные изменения рельефа хорошо амортизируются. А вот резкие толчки отчетливо ощущаются водителем, а приборная панель скрипит и щелкает во время езды. Но жить с этим можно. Надо просто включить радио чуть-чуть погромче. Что немного портит общее впечатление, так это отсутствие кондиционера. Установить его нельзя даже опционально. Зато есть обогрев заднего стекла, что достаточно удобно в холодное время года. Обогрев заднего стекла, кстати, входит в базовую комплектацию Лады Гранты. Средний расход бензина в нашем тесте составил чуть более 7 литров на 100 километров. Это немного выше официально указанных 6,5 литров, но не так уж и критично. К тому же за 2350 евро можно заказать машину с газовым мотором и экономить при каждой заправке. Места сзади немного, но все же достаточно. Между моими коленями и передним сиденьем несколько сантиметров. Если вы не выше метра 80, то места вам должно хватить. Для длительных поездок, думаю, автомобиль скорее не подходит, так как спинки кресел достаточно жесткие. А теперь посмотрим на багажник. Ну и погодка. Багажник, кстати, можно открыть только ключом или нажав на кнопку под рулем. Да, достаточно много места. Туда даже легко входит наша сумка со штативом, с которой у нас обычная проблема. Здорово! В общем, сильная сторона Лады Гранте – это ее стоимость. С такой ценой ей легко простить спартанскую комплектацию и недостаток комфорта. Субтитры создавал DimaTorzok